В Чите почти 70 комплексов, в каждом от 1 до 16 камер видеонаблюдения фиксаторов нарушений ПДД. Участники митинга выступили против работы устройств, объяснив это тем, что сначала надо восстановить дороги, заделать ямы, сделать нормальную разметку, а потом уже брать штрафы. Но они должны там стоять, где они действительно помогают бороться с безопасностью движения, а не там, где они в наглую, бессовестную, за мелочные придирки на перекрестках водителям грабят наших водителей, которые и так уже несколько раз ограблены. Многие из водителей установили на телефоны специальную программку, позволяющую узнать о работающей камере и скоростном режиме заранее. По мнению участников митинга, камеры нарушают статью Уголовного кодекса о неприкосновенности личной жизни. Кстати, почему эти камеры не делают онлайн? Я бы тоже хотел бы смотреть. Но, если они за нами следят, я бы тоже хотел, чтобы смотреть, ну, что происходит. А то получится так... А где бы вы камеру поставили? Нет, я бы с их них бы смотрел. Пускай они делают онлайн-трансляцию, чтобы это было всем видно тогда. Говорят, кто-то предложил в кабинете у мэра поставить камеру? Не, ну, да, а почему нет-то? Быстрее и лучше бы, потому что, наверное, человек бы работал. Я вообще предлагаю, чтобы чиновников, как в Дум-2, чтобы с камерой, с микрофоном, чтобы знали, что они делают, как они делают, чтобы взяток не брали. Участники митинга потребовали ввести мораторий на штрафы, выписанные с помощью данных с камер до устранения нарушений в содержании дорог. Елена Трофимова, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ.